значит давайте начнем с того что комментировать европейские дела не хотелось потому что я не особенно то есть несмотря на то что процессы у нас общие то влазить дела европейских коллег мне не хочется естественно что мы обратили внимание на статью на for the records я внимательно прочитал статью storm shadow пообщался в skype с ребятами которые с ним переписываются то есть потому что мы держим достаточно четкий контакт с мододелами если мы говорим конкретно про моды то есть так далее вот то есть ситуация в курсе и так далее почему на русском форуме вот я могу как говорить конкретно за россию за снг там за цисовский классе почему эти темы могут скрываться и удаляться потому что любое то есть игрок который субъективно подумал не может гарантировать на сто процентов что это бот читер и так далее существует теория о том что 10 процентов аудитории они делают мнение этой аудитории ну вот ты входишь 10 процентов аудитории миша живец хоть 10 процентов аудитории но еще более авторитетный поэтому мы стараемся людей ограждать от массовой истерии потому что реально вот и есть я признаю варпак есть танк лидер есть да но это не носит настолько массового характера чтобы писать что каждый десятый игрок в бою бот это неправда я еще раз повторяю наша официальная позиция такова я и говорил вначале повторю еще раз много раз за время стрима повторю мы признаем что у нас есть боты есть программы которые дают игрокам определенное преимущество мы не знаем знаем давно за многими следим изначально вот цифры по поводу 100 тысяч продаж танк лидера они не обоснованы зато в 9.0 выходит система внутри нас внутри себя мы называем ее система борьбы с ливерами и афк-шерами когда люди которые стоят на базе в кустах ну то есть не двигаются дали подвигаются очень мало либо стоят афк на базе с нулем урона там несколько коэффициент они не будут получать за бои опыта кредит вообще возьму еще более подробно будем об этом рассказывать ближе к 90 то есть потому что об этом надо рассказать но это факт то же самое касается борьбы с тем киллом абсолютно новой с полными компенсациями за которые тоже нас пеняют что на меня настреляли на 40 тысяч а компенсировали 5 ну да да есть такое и 8 11 уже 8 11 который ни для кого не секрет уже на что выйдет понедельник а на вторник будет реализована новая система борьбы с тем киллом которая будет более жестко относиться к сбиванию гусениц повреждению модуль и которая будет компенсировать вам в полном объеме из запасов кредитов того кто вам навредил будет компенсировать вам повреждение а самого человека будет сниматься еще дополнительно 10 процентов кредитов при необходимости 20-30 зависимости от того как поведет себя система то есть ходе тестировать будет сниматься таким образом с тем киллом станет бороться чуть полегче эти вот 2.0 разрабатывается уже около полугода это абсолютно новая система которая будет учитывать намного больше коэффициентов чем учитывать текущие кстати привет ребятам из понюшни я вас очень люблю я знаю вы ведете стенограмму этого стрима записывайте пожалуйста ответы внимательно потому что когда я читал стенограмму со стрима инаки где он говорил что у нас на каждом компьютере установлена программа которая сканет что-то это неправда это нарушение законодательства давайте серьезно вот еще муразор спрашивал по поводу лончера у нас планируется новый единый лончер естественно мы понимаем что варпак подвязывается через иксешник там и так далее мы можем и сейчас определять варпак и мы постепенно баним и за варпак и за трассера и за смарт-ботов просто их сложнее поймать и на это требуется больше времени то есть экономическая выгода учитывая то что у нас нельзя передать другу кредиты и спасибо нам что мы не вели это в свое время надо хотя многие просили она решает игрока главного удовольствия в игре это его роста и развития ну то есть вы называете это статуя называют этом скиллом по ну или там все мы вместе называем это скиллом потому что это скилл и самый главный косяк текущего зала славы и мы будем это менять это то что сейчас эти люди удаляются после определенного времени либо не удаляются вообще если они там мы поймали их не сразу вы должны понимать что баргейминг это не игроки то есть игроки могут легко заклеймить он один раз увидел там какую-то статистику что-то что-то сказал это бот нам для пана нужны основания на сбор оснований требуется определенное время так вот касательно зала славы большинство из ребят которые висят в топах зала славы попадают суточные топы с количеством боев они проверяются и банятся но единственная вот проблема в том что они оттуда не удаляются это мы тоже поправим они будут оттуда автоматически удаляться после бан не забывайте что у нас действует политика лояльность то есть мы по умолчанию лояльны ко всем ко всем пользователям ну то есть хорошо это или плохо это наша позиция мы даем пользователям и вторые шансы и третье пусть и выпускаем из перма банов да то есть мы обнуляем ботоводом аккаунты и баним их перманентно но попасть они должны несколько раз к нам то есть вот этот комментарий одного из бывших модератора на канале муразора о том что он зашел закрытый раздел на форуме и там ботов просто ботоводов просто прощали типа на первый или второй раз не дело не в прощении они несли наказание сидели в банах у нас есть абсолютно четкая workflow на эту тему за какой коэффициент сколько получает бана человек и каких условиях он обновляется сразу либо банится перманентно таких условиях мы относимся к нему лояльно и предвосхищая вопросы о том что варгеймингу это выгодно потому что большинство ботов требует премиум аккаунт и премиум технику это не так мы считаем что размах проблемы не достиг того размаха котором вы говорите вот мы понимаем что проблема есть что это бич любого проекта мы с этим боремся планомерно второй раз он около десяти процентов от общего числа то есть рецидивов то есть рецидивисты упоротые то есть проект в россии очень популярны очень массово то есть даже 10 процентов рецидивистов это достаточно большое количество с ними уже разговор разговор достаточно короткий программы не знаю система бороться бороться отдельно именно с такими скайнетами можно только анализируя сами исходники саму программу то есть и вылавливать их по отдельным алгоритмам до планируем с отдельными ботами с первыми которые вспыхивали не ловились сразу то по ним писались отдельные алгоритмы которые добавлялись в антибот систему 1 0 ну и собственно говоря то же самое будет с антибот системой 2 0 мы реагируем на эти ситуации постоянно причем но то есть то что мы не вывешиваем каждую неделю списки ботов там забаненных это не значит что мы их не бани я всегда руководствую с этим тезисом что игра принадлежит игрокам в первую очередь а мы даем наша задача давать людям сервис игроки сами формируют сообщества моды там все 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 именно поэтому в свое время мы не закрыли моды жестко хотя могли хотя могли просто закрыть тон там все это сделать и так далее никто бы модами вообще не пользовался мы хотим дать людям возможность кастомизировать игру под себя потому что они чувствовали игру своей верно во-первых и во-вторых потому что моды это отличная вещь для того чтобы компенсировать то что мы не успеваем сделать или для нас это мало приоритет все доносы все до единой штучки на ботов они складируются анализируются и обрабатывают точно так же как за мат и оскорбление единственное что мы не публикуем расстрельные списки по ботам хотя публикуем по всем другим статьям типа мата оскорбления выталкивание подпирания можете зайти на форум и посмотреть за две недели была забанена там около полутора тысяч людей за оскорбление чисто по доносам не учитывая то что приходит саппорт обрабатывается модераторами чата и так далее за это же время было забанено определенное количество людей там за попирание и так далее работа по ботам идет постоянно вчера например было забанено 67 человек я не говорю что это много или мало я про то что мы не вывешиваем эти списки у твоего про лончер у нас будет новый единый лончер который будет проверять целостность экзешника да сможет ли он проверять какие-то запрещенные моды но как правило они одни у всех стоит тот же та же тундра вот который отключает деревья будет ли вам проверять ресурс игры и посмотрим то есть проверка ресурсов проверка сумм ресурсов там до md5 там так далее достаточно спорная вещь нужно это делать или не нужно потому что это дополнительно нагружает систему ну я вырос на игре lineage 2 ну на бойцовском клубе знают а в тьмать мущие вот это же бойцовский клуб да и соответственно там тьмать мущие ботов на них построена экономика но обрати внимание у них есть и проверка сумм клиента и все 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 но все это обходится да то есть любой антибот любая система обузится и обходится вопрос том насколько она часто обновляется естественно что мы будем стараться обновлять это своевременно и бороться с этим это не а у нас вера казна атмосфера такая вот даже если вот этот 42 тысячи боев которые вот все еще там бои катает его базе на два раза перманентного два раза ему уже выдавали предупреждения то что говорить о тех кто ботоводит с умом кто там делает каких-то 30 боев в день всего лишь или 50 который у которых бот настроен к примеру и он еще и сам играет они днище с 90 среднего урона и и там вообще без шансов на реабилитацию если бот играется также как среднестатистический игрок то вам по моему не должно это мешать нагибать или еще или еще что игрок который сам не играет бот ему фармит потом он стреляет по статистам голдой у меня как игрока от этого печет меня меня печет вообще того что создание что со мной рядом играет не игрок это же онлайн игра если бы я хотел поиграть с машинками я бы пошел себе там знаю сначала бы ведьмака там не знаю поиграл бы в call of duty тут я хочу играть с игроками вот в чем цимис онлайн игр я хочу видеть да ты не можешь но ты не можешь мне гарантированно кроме отдельных узких случаев и никто из вас не может гарантировать на сто процентов и поручиться за то что игрок бот когда мы баним человек не можем мы должны мы должны дать ему аргументацию все вы знаете что мы компания которая работает не только в россии мы должны почтить уважать законы а для того чтобы обосновать людям ну то есть человеку мы стараемся а точнее мы можем этого не делать мы можем от банить всех без разбора по репортам просто массово создать на форуме тему боты и косить там всех но мы же не будем этого делать потому что мы не можем себе позволить разводить беспредел собственном проекте добавлять дополнительные обучающие режимы будем добавлять целеполагания для игроков которая будет состоять из мелких квестов которые игрока будут проводить от трактора мс-1 грубо говоря до первого десятого уровня чтобы он знал что ему выгодно пять раз там что ему выгодно убрать ствол с десятью хп чем разрядиться в такой же рядом полный стоящий да и это будут называться это будет называться индивидуальные квесты не боевые задачи которые доступны сейчас именно квесты со своими ревардами целеполаганием наградами то есть мы всерьез думаем о пве это правда опять же господа из live журнала из понюшни мы думаем всерьез о пве это не знает что пве выйдет через месяц два месяца три месяца но мы рассматриваем такую возможность это было бы клёво все индивидуально и субъективно и кроме сотрудников компании компетентны никто не сможет вам сказать это бот или это не бот вот джофф там троеточие 3 звездочки да если вот у меня например стоит матфильтр если на этого человека с 10 пожалуются то система автоматически проверит его по машину по нашему матфильтру если там будет матерный корень или матерное слово он улетит в бан автоматически вот и все жалуйтесь северогорск кстати 8 в 9 0 будет переработан так что будет несколько премиум танчиков там ну не больше там пяти-шести до смотрим дальше 90 исторические бои первая партия hd танков там этот год отличный будет давайте я кратенько накинул просто еще раз значит в 91 выйдет система значит сначала афк шары если человек афк шар и там будет несколько параметров сколько проехал за бой сколько выстрелил то есть эффективность его условная по в нашей внутренней системе он будет полностью лишаться опыта и кредитов за бой то есть покушать больше не получится сходить все будешь по нулям получать прям танков это касается всех абсолютно всех а вот те игры ливеры ливеры которые говорят ой слушай команда слабая пойду на другом пока танк их в бою не убьют они в бой зайти не смогут на другом танке отличная система даже ботом будет тяжело кататься после этого слава богу и вопрос кстати с копчой вот ты затрагивал муразор вопрос по поводу того 500 600 боев да ну есть такие на кнопке в бой да об этом давно говорили это тоже будет хорошо скорее всего 92 это будет версия то есть ближе к лету ну да это рассматриваю я понял о чем ты говоришь это близардовская аутентификатор мобильный там и так далее но это очень по моему мы думаем об этом ну то есть на самом деле мы думаем об этом давно но помимо того что это очень просто кажется внешне реализовать мы очень долго делали привязку к телефону да до сих пор еще не решили что нам делать с перепривязкой почте и так далее мы рассматриваем такую возможность индивидуально да для тех кто захочет думаем на прием опционально как это реализовать до скорее всего это будет реализовано на базе вот ассистом в новом лончере который будет единый для всех проектов и разрабатывается с высокой долей вероятности будет вообще в целом аутентификация до запуска игры то есть сейчас ты будешь свой логин пароль уже в клиенте там будет и до и после появится возможность секретный вопрос использовать который сейчас используется для финансовых операций то есть ну верно еще одна большая фича которая разгрузит наш саппорт и решит одну большую проблему мы сейчас не восстанавливаем экипажи после взлома это самое такое там выкупить а экипажа это проблема сейчас уже финальном тестировании находится фича с откатом аккаунта которая кстати будет и к ботоводам тоже применяться то есть он в нашей базе будут создаваться контрольные точки если человека взломали и он доказал что аккаунт его ему будет просто откачан прогрессового аккаунта за определенное время то есть возможно вообще нет прогресса да но вместе с экипажами полностью все 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 равно мое родное ну то есть это завершенное манификация определенное преимущество ты сам говорил костя о том что то есть все равно человеку который установил он то есть поможет но все равно его можно победить я узнал недавно по так называемый прицел ванки когда он автоматически выцеливает ключики и нлд вот это вот это вот это серьезно закроем а вот это мы закроем ну а помимо этого есть еще один мод который самый я бы сказал главный там который показывает на меню карте где валили валятся деревья это действительно проблемный мод и для командных режимов типа глобальной карте глобальной карты киберспорта том ротных боев ну пока мы не решим нужно ли это закрывать ну то есть как это закрыть и нужно ли это делать ну ездите аккуратно не валите деревья вот и все хорошо что он сказал что мы это не делаем кто вам сказал что а мы не знаем нету нету информации никто ничего не рассказывает вот именно конечно потому что афишировать это значит косвенно это рекламировать если появляются сайты которые продают аккаунты например да это не значит что у нас наша юридическая служба не пишет об не обращается как правообладатель к тем ребятам которые предоставляют им хостинги да просто в россии очень долго это все делается а есть хостинги которые отказываются сотрудничать да если с ютубом можно договориться за десять часов там условно говоря чтобы они удалили видео какое-то то договориться с каким-то российским там или украинцы украинским или там немецким провайдером может быть сложнее в десятки раз вы тоже понимаете это внутри идет большая работа вы видите сам продукт вам он кажется несовершенным что-то вам не нравится но меня очень радует то что вы в него играете вы это я имею ввиду все игроки и джоффа муразор в том числе потому что мы вкладываем и кстати у нас планах есть такая вещь по системе донос что если репорты вот например человек матюкался в бою на него пожаловались 15 человек в этом бою и его пожалуй вам забанил то вам придут будет приходить системное сообщение ваша заявка на такого-то игрока принята вас только это рассмотрено приняты меры бла-бла-бла чтобы была обратная связь будем давать инструменты когда выйдут укрепрайоны мы дадим мерилку кланам потому что это тоже должно укрепрайоны будут очень жестким элементом игры такого нет ни у кого и вряд ли у кого-то куда-то будь а что я себя будет представлять эту тему будут еще анонсы ну чуть-чуть да раз уж нас там 28 тысяч смотрят это плановая база в клиенте полностью которую можно будет развивать апгрейдить сражаться за него получать за нее определенные бонусы плюшки так вот потому что концепции несколько мне например нравится следующая концепция пве стартовая что у нас в игре есть пять классов техники то есть легкие средние и тяжелая артиллерия пт-сал на базе боевого обучения которая есть клиенте игрок индивидуально может например в день выполнить пять миссий за каждый класс техники которые у него есть для светлячков например это попасть на монастырь проехать там по определенным чекпоинтам пострелять на ходу выполнить определенную награду то есть получить определенную награду там золотую серебряную или бронзовую зависимости от времени количество попаданий то есть это индивидуальная пве она мне очень сильно импонирует потому что это и обучение то есть игрок будет тренироваться и плюс когда результат зависит только от тебя согласитесь это клёво концепция очень простая это сурвайвал с респауном и пополнением боекомплекта против ботов кстати но сложный но и море то типа хорд не tower defense что-то подобное есть в арфейсе там причем боты могут быть очень сложными нужно прожить определенное количество волн но это мысль окей исторические бои выйдут в первой итерации в 9.0 в течение некоторых нескольких следующих версий в них будут добавляться фичи в 9.0 выйдет базовый режим мы подробно о нем расскажем естественно что мы посмотрим фидбэки мнение и так далее но на текущий момент мы действительно отказались от бесконтурности без хитпоинтовости ну то есть от классической вот такой темы ну назовем это реализмом да ну конторы можно добавить модами я это понимаю хп другой вопрос вот просто вопрос том что мы не хотим делать режим в который будет играть 500 человек условно говоря да мы хотим дать этот режим для всех и так далее планируется ли вводить баланс по скилу игроков как это сделано в dota 2 нет не планируется на текущий момент но это не значит что этого не будет никогда в жизни ну немножко кратко просто расскажу короче мы считаем что если мы отменим этот уровень боев то очереди на восьмерок будут разгребаться быстрее потому что час восьмерок будет подавать десяткам они будут страдать это будет страдание нет давайте сразу что восьмой уровень танков может попасть в топ в середину или в конец команды процентов к попадания не изменится просто балансировщик будет создавать больше шаблонов очереди будут разгребаться быстрее